Проблема недобросовестных участников торгов стала темой обсуждения на встрече губернатора области Евгения Савченко с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Радчиком Петросяном. Надуманные обращения жалобщиков в региональные УФА стормозят или вовсе срывают проведение торгов. В борьбе с мошенниками специалист посоветовал использовать предоставленные законом механизмы. Ни один жулик не идет для того, чтобы потерять деньги. Они все идут для того, чтобы заработать деньги. Они торгуются на ваших торгах, дайте им выиграть. Пусть они по низкой цене выиграют. Что будет дальше? Дальше они потеряют сумасшедшее количество денег. Получили банковскую гарантию. Если он жулик, вы на стороннем порядке расторгли договор, посадили в реестр, получили с банка деньги. Подобная практика грозит затягиванием времени, а сроки, особенно при подготовке сезонных работ, один из важнейших критериев. Когда УФАС принимает жалобы к рассмотрению, мы понимаем, что это уже затягиваются сроки проведения данных процедур. А для муниципальных органов, государственных органов это критично, так как у нас период, когда ведется строительные работы, он очень ограничен. Итогом рабочего обсуждения стало подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством области. Одним из его пунктов значится повышение конкуренции при государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Продолжение следует...